Всем привет, с вами Full Fire. Разработчики в этом патче решили кардинально подойти к решению вопроса про седьмой ранг премов, добавив аж 10 пакетных самолетов. Про то, что они себе представляют, я сделаю отдельное видео, не переживайте. А сейчас разберем самый универсальный прем, который явно выделяется из всех остальных. H-STE Intruder. Расположился палубник на боевом рейтинге 10.0, причем во всех режимах игры. Учитывая нашу эффективность, БР очень даже скромный. На самолет можно подвесить 4 всеракурсных ракеты АМ-9Л. Но есть одна проблема, курсового вооружения у палубника нет, поэтому я обычно брал 3 ракеты и одну подвесную 20-мм пушку. Размечал ее ближе к корне крыла, чтобы не был такой большой разброс. А вот с какой стороны ее поставить, это уже зависит от ваших предпочтений по стрельбе. Мне проще было попадать, когда пушка расположена была с левой стороны. У него, кстати, отличная скорость стрельности и неплохой урон. В дополнение к этому, мы еще обладаем блоком ЛТЦ. 60 штук контрмир позволяет вывернуться от любых ракет. Особенно на таком БРе, где все ракурсные ракеты идут только на штурмовиках или на не очень маневренных истребителях. А-6-е самолет не быстрый. Наша максималка у земли упирается в 1060 км в час, что примерно как у 15-го мига. На сверхзвук выйти получится только если мы упадем с большой высоты, но нам это и не надо. Основные наши противники на этих БРах это 21-е миги, харьеры и штурмовики в лице Су-25. Все они, по большей части, будут навязывать нам бой, а не убегать. Встретившись в дуэли, к примеру, с Грачом, не нужно идти в с ним лобовую, потому что по маневренности мы все равно его перекручиваем, и нет смысла лишний раз рисковать, подставляясь под тридцатку. Скорее всего, он попытается сначала в нас пустить Р-60М, но на это у нас есть свой аргумент в виде АМ-9Л и блока ЛТЦ. Получается, что все, что от нас требуется, это наводить феррокурсные ракеты, периодически пускать ЛТЦ и стрелять из подвесной пушки. Самый комфортный прем, даже для нового пилота. Самолет не требует особых усилий от игрока, единственное, нам нужно быть поаккуратнее с отрицательной перегрузкой. Есть пару моментов, когда можно потерять крыло, но в дуэлях это происходит очень редко. Что насчет расхода топлива, то А-6 экономичен, минималки нам хватает на весь бой. Помните такой распиаренный штурмовик, как А-10? Так вот, мы его быстрее, лучше вооружены, и в плане подвесов у нас есть чем удивить танкистов. К примеру, 9 бомб с лазерным наведением. Как вам такое, а? Прицельный контейнер располагает к тому же тепловизором, вам не придется долго искать цели. Просто набираете высоту, сканируете местность и выбираете для себя наиболее удачную наземную цель. Да, если брать чисто подвесы для штурмовки, остается одна нерешенная проблема с вражеской авиацией. Но можно опять же воспользоваться редактором подвесов и вместо двух бомб поставить 20-мм пушку, или взять одну ВВ-шку. Хотя лучше, чтобы нас просто прикрывали от атак с воздуха, а мы использовали свой потенциал в штурмовке. А-6 отлично управляется даже с полной загрузкой. Особо не замечаешь, что ты летишь с бомбами. Самолет по-прежнему динамичный и быстро совершает маневры. Ну а если появляется зенитка с радаром, то вы о ней узнаете с помощью установленного СПО. Помимо бомб с лазерным наведением, можно установить неуправляемые ракеты зони, или обычные бомбы. 13 тысяч фунтовок, или 28 по 500 фунтов. Такую загрузку даже фантому с корсаром не по силам взять, а интрудер спокойно доставит бомбы к танкам. К слову, а шестому выдали еще не все подвесы, а лишь часть. Но этого уже хватает, чтобы эффективно задействовать самолет как истребитель, так и как штурмовик. Для реалистичных боев это сейчас лучше, прям для прокачки топовых рангов. А вот для противостояния не хватает а шестому РЛС. Которая была на Дэви, но на основе почему-то ее отключили, хотя на рентгене до сих пор видно прекрасно антенну. С радаром палубник игрался бы намного лучше. По крайней мере вы сразу видели издалека, в кого запускать ракету, а не высматривали цель вручную. К тому же, если в РБ интрудер не попадает к топам, то в АВСБ он встречается с 29 и 23 мигами, а также с F-16. Сражаться с ними можно, но вот разница по скорости уже дает о себе знать, и поэтому лучше использовать А6 в совместных боях. В танковый СБ интрудер попадает в самый топовый сетап 10-2. Обзор из кабины в средний, но наша главная задача это уничтожение танков, и с помощью прицельного подвесного контейнера проблем с нахождением наземных целей у нас нет. Геймплей у нас примерно такой же, как и в танковых РБ, только с разницей, что в СБ нам предстоит взлетать с аэродрома, набирать высоту, и тут мы уже 100% встречаем ЗРК. Но при грамотном использовании можно набить кучу фрагов, и несмотря на то, что у А6 внезапно отсутствует система СУ, самолет управляется нормально. В заключении могу сказать, что А6 выглядит намного лучше, чем А10, который спложен с ним на одном БРе, но мне кажется, что в скором времени интрудер переместится на 10-3, потому что он слишком выделяется на своем БРе. С точки зрения истории, А6 был один из самых технологичных самолетов своего времени. Серийное производство началось в 1963 году, а в начале 70-х у самолета снова заменили всю электронику, переменов А6Е. В 1979 году на интрудер стали устанавливать оптико-электронную многодатчиковую систему обеспечения распознавания и поражения целей, сокращенно TRAM. Она же является ближайшей ровесницей контейнера ТАСК ВС США. Данная система предназначена для обнаружения и сопровождения наземных целей в любых атмосферных условиях, днем и ночью. Помимо этого, А6Е стал носителем противокорабельных ракет АГМ-84 «Гарпон», противолокационных ракет «Харм» и управляемых ракет «Маврик». В боевых действиях интрудеры применялись во Вьетнаме, Ираке и на Балканах. Самолет показал хорошие результаты и находился на вооружении более 30 лет, а последние шестые списали под конец 90-х. Вот такая история. Подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание и до новых встреч. Пока-пока.